Помидорки сливовидные, мы его вот так вот втыкаем, чуть-чуть зеленую часть, чуть-чуть, не касаясь красной части, слегка. Это я уже все сделала, пока разбирала. Дальше у нас идет болгарский перец, острый перец, чеснок, перец горошек, лавровый лист, зелень сельдерея, зелень петрушки, корень сельдерея, можно корень сельдерея и зелень сельдерея, как бы одно из них. И зонтик укропа. Зелень, вот всю зеленую и зонтик укропа я обдала кипятком. Всегда при мариновании я его ошпариваю. Просто на секунды, наверное, 3-4 просто ошпарили и сразу достаете. От этого вкус никуда не уходит сразу так за несколько секунд, поэтому все нормально, потому что в зелени всегда столько пыли остается где-то в недоступных местах. Лучше ошпарить. В полтора литровую банку у меня 3 зубчика чеснока идут. Нарезаем. Один лавровый лист, тоже промытый. Кстати, лавровый лист, одна моя знакомая сказала, что от него, у нее банки взорвались, они были свежие, несушеные. Поэтому не знаю, правда это или нет, я никогда свежие не делала. Острый перец. У меня очень острый, поэтому я добавляю такой маленький кусочек, потому что дети у нас очень любят вот эти маринованные помидоры-огурцы. Мы много не добавляем. Ну, а острота есть, но как бы не так сильно. Вот так вот. Зонтик укропа на дно. Несколько горошин, черного перца, штучек 10 на полтора литровую банку. Корень сельдерея в дно, если есть зонтик. Помидоры вкладываем плотно, они потом осядут, но прямо утрамбовывать, сильно на них давить тоже нельзя. Они чуть-чуть, когда плавают в маринаде, они получаются вкуснее. Болгарский перец зеленый. Вот так вот. Тоже так крышу закрываем. Так, чтобы, когда будем лить горячую воду, чтобы напрямую не было контакта с помидорами. Сверху делаем, значит, сельдерей и петрушку. Зелень всю зеленую сверху делаем. Почему? Делаем вот такую крышу. Она сейчас сядет немножко. Вот так вот крышу. Чтобы если будет где-то зазор, она будет служить как бы дополнительной крышкой. Чтобы не попадала никакая бактерия, воздух туда. Вот так вот. И плюс еще, когда будем лить горячую воду, чтобы напрямую контакта не было с помидорами. Плюс еще, когда будем открывать, сразу зелень убрали в сторону и все. И помидорки на виду достали. Вот так вот. Только снизу. Мелочь вся снизу. Зелень болгарский, перец сверху. Можете, если вы целиком любите острый совсем, здесь, конечно, красиво было бы этот острый печик положить, но это будет уже огненные помидоры такие. Все. Собрали. Следующий у меня банка с розовыми помидорами. Выбираем такие плоды покрепче. Точно так же собираем. Снизу я положила сухой укроп, чеснок, семделей. Что еще? Лаврушку, черный перец, острый перец. Это все снизу. Дальше идет вот так вот. Вот эти вот слегка. Вот так вот. Только середину втыкаем ножом. Можно и не делать, кто не хочет. Вот так вот. Собираем плотненько, но не сильно утрамбовываем. Собираем плотненько. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Собираем плотненько. Вот так вот. Собираем плотненько. Вот так вот. Собираем плотненько. Смотрите продолжение в следующей серии. Слила воды в банку, чтобы посмотреть сколько воды надо, слила в ковшик и для того, чтобы соль и сахар отдельно в воде растворить, потом уже залить ее обратно. Так соль лучше распределяется по всем помидорам одинаково. Слила я сюда, почему я слила и измеряю, потому что я насыпаю соль не по воде, допустим сколько литров, а по банке. Значит где-то 300 грамм воды здесь получается. Получается на одну литровую банку я насыпаю одну столовую ложку, вот так вот с небольшой горкой. В граммах это вот у меня здесь весы, в граммах это 30 грамм. Вот 30 грамм. Сахар туда идет, одна чайная ложка. Уксус 9% это одна чайная ложка. Значит соль получается 30 грамм, сахар 10 грамм и где-то 4-5 грамма уксуса 9%. Ставлю на плиту, чтобы соль растворилась и этот самый маринад закипел. Конечно я показываю на одной банке, чтобы вам было понятно. Можно конечно все банки измерить в одну кастрюлю и просто по банке, сколько у вас банок и допустим по весу какие литровые, полтора литровые, соль рассчитать. И все в одной кастрюле, все сделать и залить все банки. Показала на одной, чтобы было понятно, чтобы не запутались. Все, маринад у меня приготовился, все растворилось. Попробую этим маринадом. Все, залила кипятком. Теперь ставлю в баночки стерилизоваться, потому что банки у меня не стерилизованы. Ставим на плиту. Итак, здесь у меня в кастрюле горячая вода с крана. Постелила я тряпочку. Ставлю банки сюда. Закрываем крышками. Неплотно. Вода в кастрюле и маринад должны быть одинаковой температуры, чтобы не было резкого перепада температуры. Накрыть можно чем-нибудь, чтобы быстрее закипела вода. С момента, как закипит вода в кастрюле, 15 минут стерилизуем, потому что полтора литровая банка. Есть и литровая 10 минут, есть и двухлитровая 20 минут. Но это относится к толстокожим, вот и сливовидным сортам. Если вы делаете помидоры черри, либо тонкая кожа помидорки, тогда считайте, что времени в два раза меньше надо. Все, теперь вода как закипит, отсчет буду вести 15 минут. Вот видите, вода кипит в кастрюле, отсюда 15 минут. Это касаемо вот этих сливовидных полноценных. Половину, может чуть-чуть больше половины. Половина хватает, быстрее закипает вода и много очень не надо воды наполнять. Все, я две посуды здесь накрыла, чтобы быстрее закипела. Здесь тоже уже почти кипит. Вон, пузырьки пошли. Вот, активно закипела вода. Крышку открываю, с открытой крышкой дальше будет стилизоваться. 15 минут достаем. Так, на пару секунд оставляем, чтобы весь воздух вышел. Если маринад уменьшился, добавляем. Подождать надо чуть-чуть, пару секунд, он опустится, маринад. И добавляем маринад. И закрываем. Все, оставляем остывать. Эти помидоры закрывать не обязательно одеялом или там чем-нибудь. Они достаточно стерилизовались в горячей воде, так что их не обязательно закрывать. Итак, помидорки наши остыли. В некоторых банках сверху есть небольшие трещины. Это за счет того, что я надавила, когда укладывала в банки. Вот эти свободно клала, не давила, поэтому здесь все целые. Все, помидоры наши остыли, можно положить уже в кладовку. Из оставшихся помидоров я сделала аджику социбели. У меня есть на канале, очень вкусно получается. Выкладываю ролики те, которые мы сделали, кушаем вот это все. Каждый год я это все готовлю. Так что ничего для ролика у меня нет. Это зеленая аджика. Тоже у меня есть на канале. Вчера готовила. Все, а это мои помидорки. Ну, а у меня все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok